Не так давно мир увидел сериал «Ведьмак» от Netflix. Со многих сторон он вышел неоднозначным, но большинству зрителей понравился, о чем свидетельствуют рейтинги на различных ресурсах отзывов. Одной из главных претензий к сериалу был странный рваный таймлайн. И чтобы расставить все точки над «и», Netflix выпустила свою хронологию по миру, в которой есть очень много данных, интересной информации и фактов истории вселенной Ведьмака. Мы попытаемся разобраться с тем, как воспринимать эти данные, что делать с несостыковками и можно ли информацию из сериала использовать в общепринятой хронологии мира. В этом видео будет очень много дат и цифр. Мы попытаемся сравнить историю сериальной вселенной Ведьмака с общепринятой книжной и игровой хронологией. Попытаемся понять, следует ли сериал книжным датам и что нового добавляет во вселенную. Какие интересные детали диктует нам Netflix, стоит ли их воспринимать и как реагировать на разные события и несоответствия. Ну что ж, давайте начнем. Дата отсчета в мире сериала, как и в книгах и играх по Ведьмаку – сопряжение сфер. В оригинале, однако, как эльфы, так и люди – пришельцы, прибывшие на континент в разное время. Но все равно, это существа из других миров. Во вселенной сериала эльфы описываются как коренные жители континента, которых прибывшие после них люди решили истребить. Сначала эльфы научили людей управлять хаосом, а потом люди их перебили. Все намного проще, и не нужно думать о каких-то других мирах, об Айн-Элле, Айн-Сейдхе и подобных вещах. Следующая дата – год рождения Стригобора, 786. Она позволяет понять, сколько лет древнему чародею на момент главных событий сериала. Ничему не противоречит и является логичной. Стригобор же описывается как человек, который никогда бы не доверил магию женщинам. То есть он выступает за патриархат в чародействе. Далее идет 839 год и события, которые называют Законы Магии. Чародеи принимают ряд правил о том, как использовать хаос. Также создается Братство Чародеев. Эта дата тоже не противоречит хронологии Мира Ведьмака, потому что капитул Чародеев был создан примерно в 830-е годы. Конечно, не упоминаются реальные учредители капитула, как, например, Ива Рише и Джеофрей Монг. Но, видимо, их имена были бы дополнительной ненужной нагрузкой. Примерно в том же году, как по хронологии сериала, так и по хронологии Мира Ведьмака была создана Аритуза – школа магии для чародеек. В сериальной вселенной она описывается напоминающим тюрьму-заведением с камерами вместо комнат. Также упоминается Тор Лара – Башня Чайки. Ну а если в книге Тор Лара – это отдельное строение на острове Таннет, то в сериале именно на руинах Башни Чайки была построена Аритуза. Нижние уровни школы чародеек являются остатками этой постройки с озером Белой воды. Сама же эта необычная вода – источник силы всей Академии. Далее мы делаем временной прыжок аж к 967 году – дате создания первого Ведьмака. Тут все опять же сходится с хронологией из книг и игр. Ибо Альзуры, Касима Маласпина создали Ведьмаков примерно в районе 950-х годов. Новой или альтернативной информации про Каэр Морхен или создание Ведьмаков в истории от Нетфликс нет. Тут все по канонам. Разве что можно отметить название «Каингорнские ворота на север», которыми иногда называют Каэр Морхен обычные люди. Далее мы приближаемся к ключевой дате – 1160-й год – рождение Геральта из Ривии. Раньше ни в книгах, ни в играх по Ведьмаку точная дата рождения Белого Волка не указывалась. Анжей Сапковский отделывался намеками. То же делали и сценаристы CD Projekt Red. Было создано огромное количество статей, которые пытались по этим намекам определить дату рождения Геральта. Но на что бы они ни опирались, в любом случае не могли считаться на 100% истиной. То ли Геральту около 60 лет, то ли больше сотни. Мы и сами попытались исследовать эту тему в одном из наших видео. Но сейчас, похоже, у нас все же есть дата, которую в будущем большинство людей будут воспринимать как истинно правильную – 1160-й год. А это значит, что на время основных событий сериала, 1263-й год, Геральту из Ривии уже больше сотни лет от роду. Это, конечно, не сходится с некоторыми фразами и описаниями из книг и игр. Но у Netflix все же своя адаптированная и измененная история. По ней Йеннифер из Венгерберга родилась в 1192 году, на 32 года позже Геральта и на 19 лет позже своего книжного аналога. Это, кстати, следующая дата. Почему Netflix решились на такое серьезное изменение, непонятно. Скорее всего, виновата молодость актрисы Анны Чалотры. А что касается Геральта из Ривии, то 1160-й год ничем не хуже других придуманных сообществом дат. Далее мы обсудим 1186-й год. В сериальной хронологии он отмечен как год начала Великой Зачистки. Год, когда люди обучились всему у эльфов и начали войну против них, истребив их народ и загнав его в горы. Тут нет никаких параллелей с хронологией книг и игр, ибо по ним генерал Раупенак истреблял эльфов и уничтожал Лог Муина еще во второй половине 7 века. Ну а хотя бы понятно, что по логике сериала уничтожение народа эльфов происходило всего за несколько десятков лет до начала основных событий, тех самых, которые зритель видит на экране. Далее у нас есть несколько дат из жизни Йеннифер. Так как чародейку сделали более молодой, то и все события ее жизни немного смещены, если сравнивать с книжным аналогом. Ученицей Аретузы по книгам она становится в 1186 году, а вот в сериале эта дата отмечена 1206 годом. При этом время трансформации тела Йеннифер отмечено аж 1210 годом. А это значит, что между событиями второй и третьей серии прошло аж 4 года, что по самому сериалу сказать никак нельзя. Кстати, именно в том же году Йеннифер становится придворной чародейкой владыки Аэдирна. Следующая важная дата – 1213 год и знаменитое «Проклятие Черного Солнца». Чародеи Эльтибальт из Трегобор верили в то, что в мир придет Лилита, уничтожительница всего живого. Дорогу для Лилиты должны были проложить 60 девушек, рожденных после солнечного затмения и проклятых еще в лоне матери Черным Солнцем. Первое затмение прошло в 1200 году. И тогда чародей Эльтибальт заточил в крепости множество рожденных девушек, чтобы за ними наблюдать. Стрегобор пошел дальше. Рожденных во время затмения 1213 года девушек он вылавливал и исследовал, ставил на них эксперименты. Одна же из них, княжна из Крейдена по имени Ренфри, смогла сбежать, поклявшись найти и убить Стрегобора. Детальнее об истории Ренфри мы рассказывали в нашем видео о второстепенных персонажах сериала от Netflix. Сейчас же поговорим о таймлайне. Так вот, книжным основам он не противоречит и только дополняет картину мира в те годы. Хронология сходится, и почему бы не относиться к ней, как к настоящему канону. Далее у нас идет несколько правильных и не мешающих хронологии книг и игр дат. Рождение королевы Каланты в 1216 году, рождение Лютика в 1222, восхождение Каланты на престол в 1230, битва при Хачебуже в 1231. Да и вообще, почти вся хронология жизни королевы Каланты и ее семьи. Все это в соответствии с книжными представлениями, и лишь на один-три года от них отличается. Но вот уже год рождения Стрыги, принцессы Адды, очень сильно расходится с книжным вариантом. Ведь если там Стрыга родилась в 1242 году, то вот сериальная вселенная ставит Адду аж в 1229 год. А это значит, что и король Фольтест, и его сестра Адда, и его дочь Стрыга Адда – все они в сериале намного старше, чем в книжной и игровой версиях. Также в таймлайне сериала сместилась и дата убийства Стрыги. Геральт из Риви выполняет заказ в 1243 году, в то время как в книге это событие происходит аж в 1255. Именно даты, связанные с Аддой и королем Фольтестом, последние в хронологии, которые значительно отличаются от давно принятых по книгам и играм. Дальше все события идут в примерно известном темпе. Да, некоторые отличаются на 1, 2 или даже 3-4 года. Но серьезных несостыковок эти неточности не дают, позволяя следующим событиям соответствовать книжной хронологии вселенной Ведьмака. Самым насыщенным сериальными событиями годом становится 1263. Год битвы в Марнадальской долине, битвы за Цинтру и сражения при Соденском холме. Все эти невероятно значимые для истории мира Ведьмака события мы описывали в наших видео, используя как книжный канон, так и информацию из игр по Ведьмаку, включая Гвинт и Кровную Вражду. И даже фанатские теории. Вы можете найти их в нашем плейлисте «Истории вселенной Ведьмака». В первых выпусках мы указывали все ссылки на используемые нами источники. Что ж, в итоге остается только признать, что Netflix сделали отличное дело, создав интерактивный таймлайн своего мира. Да, непонятно, почему в других сериалах такие карты не нужны, из-за того, что все и так очевидно. Но все же они как минимум пытаются описать события, которые происходят в мире, делают контент для фанатов, которые не поленятся перечитать всю эту информацию. В данном хронологическом дополнении очень много интересных деталей. Есть описание монстров, информация, которую можно использовать для бестиариев, а также дополнительные данные, которые не противоречат канону и могут быть использованы для заполнения белых пятен в истории мира Ведьмака. Описание персонажей, их предыстория – это очень хорошо. Также эта хронология во многих местах открыто противоречит первоисточнику, тем самым давая понять, что вселенная сериала – это не вселенная книги. Она другая и лишь основывается на том, что когда-то придумал Анжей Сапковский. Это стоит принять и использовать данные с хронологией сериала аккуратно. В любом случае, просто игнорировать их нельзя. Да, собственно, мы и не будем. Ну что ж, на сегодня это всё. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео и подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на чёртов колокольчик, чтобы не пропустить ни один наш ролик по вселенной Ведьмака на канале. Пишите о том, в чём автор мог ошибиться, что вам непонятно, или о том, с чем вы не согласны. Может, мы пропустили ещё какую-то странную дату в хронологии от Netflix. Поддерживайте наше творчество на Патреоне и при помощи прямой спонсорской подписки здесь на YouTube. Также вы можете повлиять на процесс создания роликов, например, выбором тем для них. А также обзаведётесь ранним доступом к нашим видео. Отдельная благодарность улетает нашим патронам Morrigan Crow, Visor, Citizen Raccoon и Dravosick. Спасибо всем за просмотр и до скорого!